Сегодня будем говорить про деньги, про продажи. Спасибо нам, что мы тоже с вами. Мы приехали обсудить очередные моменты по дизайн-конференции, поэтому со Станиславом мы в ближайшем месяце будем видеться чаще. Ой, как здорово! А потом снова на готор зайдёмся по своим делам. Ну, конечно, нет. Поэтому, пользуясь случаем, решили провести очередной прямой эфир с очередными полезными и интересными темами. Всегда рады вопросам в чат. Неожиданным, любым, сложным, провокационным. В общем-то, отвечаем на любые вопросы. Да? Да. Но связанное с продажами, потому что тему всё-таки мы хотели, там, не так много времени у нас есть, хотели бы как-то скомпоновать, потому что прошлый прямой эфир, кто его помнит, был обо всём, о пути дизайнера, о систематизации, о чём только не спрашивали. А сегодня решили поговорить по продаже, потому что много было вопросов после эфира. Собственно, где деньги? Вот, такой вопрос. Станиславу я, собственно, адресую свой первый вопрос, и будем обращать внимание, конечно, на ваши тоже вопросы. Вот, Станислав, пожалуйста, с чего начать дизайнеру интерьеров, когда он уже упаковался, у него есть портфолио, бренд, понимание своего позиционального интерьера? Он это всё уже сделал, да? Всё сделал, да. Это дизайнер, это уже подготовленный маркетолог. Ну, вот как-то он вот вышел, уже более-менее работает. Окей. Дальше нужны клиенты. Собственно, самый важный вопрос, где нам этих клиентов взять, с чего начать? Слушай, сразу скажу, что ситуация такая достаточно странная описана, да, потому что если у него всё это есть, там упаковка, подготовка, позиционирование… То клиенты уже должны быть. Да, либо это непонятно, что с ним не так, потому что всё должно быть. Проблема в чём заключается вообще очень часто, да, что либо ты, ну, просто не упакован, то есть никто не знает, что ты делаешь, что ты можешь быть гениальным специалистом, талантящим, но просто о тебе никто тупо не знает. Это проблема, да? Либо, получается, ты не можешь сформулировать свой продукт, и он, ну, просто ты не можешь объяснить даже, что ты делаешь. Либо ещё третий вариант, ну, надеюсь, среди нас таких нет, этот продукт никому не нужен, потому что он низкого качества. Да и то даже в этом вопросе, как бы, само качество, оно на самом деле не стоит каким-то там супер, каким-то волшебным моментом, да, то есть есть люди, которые готовы покупать дёшево, да, потому что в Макдональдсе кто-то тоже ест, да, мы каждый можем подготовить себе гамбургер лучше. То есть вопрос позиционирования и ожидания. Я бы сказал, что нужно больше всего фокусироваться на повторяемости результатов, чтобы вы были ожидаемо понятны. И тот уровень качества, который для себя отмечаешь, его соблюдать. Если это плохое качество, то всегда плохо. Всегда плохо. Зато, да, зато ожидаемо плохо. И люди будут идти, да, там, типа... Не очень, но и дёшево. Были такие случаи, да, может быть, вы тоже сталкивались с такими случаями, когда, там, говоришь, вот посоветуйте строителей, говорит, всё плохо сделали, всё вообще капец, вот просто не бери никогда. Говорит, да, да, спасибо, но дайте телефончик на всякий случай. Дайте телефончик, да, да. Так, чего делать, да? Чего делать-то дальше? Если упаковка есть, ну, то есть, ситуация на грани фантастики. Сразу скажу, поэтому это... Ну, хорошо, допустим, мы уже сходили на вип-блог, мы уже упаковались, нам нужно делать конкретные шаги. Да. Действия. Значит, если понятно, что ты продаёшь, для кого ты продаёшь, как ты продаёшь, что нужно дальше делать? Дальше есть способы продвижения. Продвижения способы бывают разные, да, ты можешь на заборе, условно, писать, один из миллионов человек, наверное, обратиться, да, можешь идти более в какую-то правильную аудиторию, да, например, на выступление к агентству Аркдиалог Светлане Котлуковой, которая проводит выступление... На разные целевые аудитории. На разные, в том числе на застройщиков, допустим. Я знаю, у вас есть такой продукт, когда вы приглашаете застройщиков, дизайнеры и строители перед ними выступают, и, соответственно, это целевая аудитория, которым надо не только рассказать, какой ты молодец, но и продать, конечно же. То есть у многих блок на продаже есть. Вот, это как раз важный и нужный вопрос, который мы сейчас за кулисами обсуждали как раз. У меня этот блок есть, Станислав. Давай, двигайся к мне поближе, чтобы тебя не видно. Вот, Света, поставьте лайк, чтобы Свету было видно, а то она постепонечку отодвигается. От слова «блок на продаже», я выхожу из кадра, да. Так, сейчас мы к «блок на продаже» вернемся. ВИБ-блок на продаже. 6 апреля, дизайн-конференция. Сейчас извини, пожалуйста, там мне говорят, типа, а что это там орехов все время продает? Ну, типа, ну, как бы, ну, я же продажам, как бы, учу. Да. Как бы глупо было, если бы я бы плохо себя продавал. Да, а то сапожник без сапожника. Ну да, типа непонятности. Маша, вы хотите, такой, так, ребята, сейчас мое будет выступление, а в конце вы пойдете купите, и это выступление и будет мой кейс по тому, как надо продавать. Ну, в принципе, да, да, это нормально, да. Вот как продавать с выступлений? Потому что обычно, и это самая частая ошибка дизайнеров, кстати, это очень смешно, но у нас половина выступающих забывает писать свои контакты в конце, писать какие-то тоже грешу, кстати. Я тупица, да, в этом плане, да. Блин, инстаграм не назвал. Все такие, ура, ура, кто вы, кто вы, я хочу вас купить, а все. Да. Вот, расскажи такой чек-лист, как продавать с выступлений. Давай сейчас чуть-чуть еще назад вернемся, буквально три секунды, потому что, ну, чтобы мы ветвь диалога не теряли, то есть арт-диалог и диалог, да, вот это, в этом плане. Продажа на выступлениях – это одна из стратегий. Еще есть стратегия, там, реклама, экспертность, то есть известность, много разных еще есть стратегий, то есть это одна из возможных ветвей. И самое главное, что хочется сказать, что какая правильная ветвь, нет такого понятия, как правильная. Ты можешь выбирать любую, к чему у тебя душа лежит. Хочешь в инстаграме продвигаться – пиши посты. Хочешь видео – снимай, снимай видео. Хочешь выступать – выступай. В данном случае мы берем выступление, как одно из очень прикольных мероприятий. Почему? Потому что, ну, опять же, если вы дружите с организаторами, да, то вам не надо собирать аудиторию. Вот они, сидит там 50 человек, потенциальные ваши клиенты. Просто по статистике, если ты все сделаешь правильно, есть статистика, 10% заинтересуется. Да, конверсия, 10% – это хорошая конверсия. В среднем от, наверное, 10 до 15% это считается нормой. То есть если выше, то это прям ты супер зажег, если ниже, то ты не доработал. Заинтересуются, но они, не все же купят. Идеально, чтобы оставили предоплату, купили. То есть 10% оставляют предоплату и, ну, по сути, покупают. Если мы говорим о более сложных услугах, то есть это если мы продаем, не знаю, какой-то курс, книгу, что-нибудь там, консультацию, допустим. Экспресс какой-то. Экспресс дизайн, что-то маленькое, там, скажем, до 100 тысяч рублей, допустим. То есть это такая покупка, которая, ну, как бы, ну, нормальная. Если ты квартиру будешь продавать с выступления, да, то тогда ты считаешь заявки, ну, то есть сколько человек заинтересовалось. И потом, зная, как ты работаешь по заявкам, допустим, из 10 заявок ты отрабатываешь, допустим, 5 хорошо. Но для этого должен быть организован какой-то отдел продаж или ты сам садишься и потом, здрасте, вы были на моем выступлении. Это уже технология, сейчас до этого дойдем. То есть, короче, все это делается так же, как в дизайне. Вот мы делаем по технологии сначала ТЗ, потом планировка, потом чертежи и все остальное. Там же мы не прыгаем и мы клиентам нашим объясняем, что дружище не надо прыгать. А здесь мы, ну, вообще все вместе смешиваем и что-то пытаемся добиться. Значит, первое, что нужно сделать, это выступить. Как правильно выступить был вопрос, что нужно для того, чтобы выступить. Когда ты выступаешь, одна из основных проблем вообще эксперта целиком и полностью, и она у меня была, и у многих она есть, я ее вижу постоянно, человек хочет выйти и показать, какой он молодец. То есть, он хочет показать, как он разбирается, какой он крутой эксперт. И у него есть гипотеза, что люди поймут, что он молодец и к нему когда-нибудь сами обратятся. Вот этого не будет. Человеческий мозг не так устроен. Человеку надо сказать, что надо делать. Дальше, прямо сейчас. Если тебе все это понравилось, прямо сейчас подходите ко мне на стойку, подходите ко мне после выступления, оставляйте заявки, мы с вами свяжемся. Вот это будет работать. И я добавлю, если мы говорим, например, про частных клиентов, потому что мы делаем как раз много мероприятий, где сидит аудитория с планировками и лучше все работает, когда дизайнер рассказывает о том, что такое ремонт, дизайн, грузит, показывает схемы, он все, мы ему говорим, ребят, расскажите процесс, расскажите. У вас аудитория делится ровно на две части в разных соотношениях. Те, которые сидят, записывают и говорят, спасибо, спасибо, ты классный, я пойду сделаю так. А вторая часть, которая говорит, господи, какой ты геморрой, вот этот человек, который в этом разбирается, дай-ка я ему это отдам. И это работает офигенно. Причем мы не можем влиять, ну то есть мы можем, но в рамках выступления вот этого там часового, мы не можем повлиять на то, чтобы изменить мозги человека. Это тоже об этом надо забыть. Значит, ты не можешь человека, который всю жизнь привык делать сам, самоделки, ты его не перевоспитаешь, у тебя нет такой задачи. У тебя оттуда и конверсия 10%, что там половина на половину и с половины ты можешь там с кем-то повзаимодействовать. Поэтому, зная просто эти цифры, у тебя сидит 50 человек, но ты не знаешь, кто к тебе подойдет. Но я знаю, что 5 человек ко мне подойдут. Кто они, я пока не понимаю. Хотя я могу тоже вычислить, кстати, в процессе. Это опыт уже такой. Это и опыт, и технология. Задавая вопросы, да, вот видели эти дурацкие вопросы? Кто из вас, да, кто это, ну это два момента. Первый, это надо расшевелить аудиторию в целом, ну для того, чтобы выступление было успешно. Оно делается для людей, которые сидят, не для Ютуба, не для Инстаграма. Оно делается для тех людей, вот мы сейчас здесь и сейчас, кто сейчас слушает, можно потом послушать записи? Можно, но эффект будет не тот. Человек, когда вот в прямом эфире, здесь и сейчас, у него лучше как бы заходят. То есть он включен. Вот эта вот включенность, когда поставьте плюсики, поставьте улыбочку, вот давайте сейчас, поставьте нам плюсики, кому заходит, кому интересно. Уже отключились вы, давайте, какой-нибудь значок нам. Короче, это нужно. Это нужно не для нас, это нужно для человека, чтобы он сам включался. Когда он включается, он лучше запоминает информацию. Когда он лучше запоминает, он понимает, что ему это важно, ценно. Когда ему важно, ценно, он такой уже, окей, надо действовать. Надо действовать, действовать как, самому? Сам или стрессово, да. Но кто-то идет сам, для него это норма жизни, а кто-то говорит, я вот пришел найти эксперта и я доверю лучше эксперту. Он в безопасности принимает решения, потому что человек на сцене, он первый авторитет. Второе, его слушают такие же люди, как он в сообществе, значит, о нем прислушиваются. Третий момент, у него есть, ну как бы уже получается опыт, который он транслирует. И четвертый момент, это то, что у него есть конкретные предложения, и это вторая большая ошибка дизайнеров. Не то, что они не говорят даже о предложении, в том числе они не говорят, потому что у них нет конкретики. Говорят, ну вот, кому вот надо, подходите. Что конкретно, сколько стоит, значит, описание, сколько делается, как делается. Вот все надо прям разжевать кратко и показать, что у меня есть такой продукт. Не услуга, мы там с вами обсудим, там и что-нибудь решим, а конкретика, чтобы была. Вот этого тоже нет. Поэтому вторая тема, вы можете записать, это перевести тему услуг в дизайн интерьера в тему продукта. Тему продукта, да. Кстати, тоже добавлю, перед Новым годом как раз было большое мероприятие у нас для частников тоже, и мы говорим, а давайте попродаем, собственно. А что, Новый год, праздник, мандарины, елки и так далее. И прям со сцены дизайнер предложил новогоднюю скидку на конкретно, там, ну, продукт, площадь такой-то квартиры, потому что мы уже знали, кто нам придет, у нас есть база регистрации, мы попросили специально написать площадь квартиры. Средним статистически мы вычислили, что там средняя площадь посетителей где-то 60-70 квадратных метров, и попросили дизайнера сделать именно скидку на такой продукт. Просто предложение, да, в конце, последний слайд был, что коллеги, специально для вас, там, от 60 до 75 квадратов, у кого есть это, мы сделаем новогоднее предложение, там, планировка, коллажи, там, и так далее. И прямо сейчас оставляйте контакт, деньги. Да, вот, это то, что должно быть. И, кстати, но интересный момент, даже те, кто оставили предоплату, не все в итоге перешли в проект. Ну, то есть, кто-то на эмоциях оставил, а предложение не получил. Что с ним делать? Да ничего. Ну, как бы, ничего страшного. Да, передумал. Эйфория прошла, передумал. Ну, то есть, вопрос, что, он пришел, деньги попросил назад или что? Нет, нет, ничего. Ну, все тогда, радуйся, получил пятерку лишнюю. Или сколько ты ему наставил? Ну, то есть, все равно есть какой-то процент тех, которые хотят сейчас, но потом в результате отвалятся. Есть, да, это тоже нормально, тоже психология. И, ну, нормально, просто знайте, что такое будет. Ты же, ну, как бы, ты человека не поменяешь, а вы психологию. То есть, ну, пожалуйста, пришел, сказал, я передумал, там, извините, я хочу вернуть деньги, но верни ты ему эти пятерки, сколько там выбрали, тысячу, нет, я не знаю, сколько выбрали. Верни, да и все, ну, как бы, проблем-то нет. Просто это уже, как бы, ну, мелочи, да, по сравнению с общей стратегией. Классно, так что применяйте. Это, на самом деле, работает не только на частных клиентах, также вот на офисные. Понятно, что офисные не будут тебе оставлять там ательеры, рестораторы предоплату, но как минимум уже там получить предложение и тут же скинуть портфолио там, не знаю, в социальные сети, в WhatsApp там или как-то еще, это классно. Так, хорошо. С премиум-сегментом работает, ну, вот ты говоришь, там рестораторы, там и этот, там работает другое, там тебе нужно продать не продукты, себя. Себя. Как упаковку, все верно. У тебя есть, да, Ох, ну, расскажи, как себя продать. Я хочу, кстати, на веб-блоге, если ты дашь мне время, у меня вот буквально на прошлой неделе произошел очень интересный кейс. Это как раз история про перемену стратегий продвижения, потому что есть дизайнер, ты ее знаешь, которая все время продвигалась, мы ей в этом помогали, как вот одно направление. Потом она решила поменять и уйти из частного в сегменты хорика. Упаковали, стали продвигать и стали ее, кстати, самое интересное, нетворкинг, все мероприятия связаны с сегментом хорика. Очень хорошо зашло, все, фотографии, все здорово. И вчера она мне буквально звонит и говорит, слушай, бутылка с меня, говорит, надо отметить. Инстаграм новый, ну потому что переупаковали, совершенно другая аудитория, инстаграм новый завели в новогодние праздники, то есть сколько, два месяца. Говорит, вчера с клиентом встреча и договор, ну до этого были какие-то обращения, но все неинтересно. Говорит, приезжай, покажу. Из инстаграма пришел застройщик, элитный отель, очень известный застройщик, который реально просто вот парсил, искал что-то в инстаграме, все увидел, все это посмотрел, всю историю и заключил договор. То есть вот этот миф про то, что элитные, там, дорогие, классные клиенты не сидят в инстаграме, это все как бы... Сидят и не только сами, еще и помощники сидят. И помощники. Ну как бы тут, короче, нет такого, что где-то кого-то нет, люди есть везде, просто процентное соотношение, например, в инстаграме может быть больше, да, там, чем в одноклассниках, условно, но и там, и там, ну как бы можно, да, и если у тебя есть правильное предложение, то в целом, я думаю, что логично его везде оказывать. И самое главное, сделать это правильное предложение. То есть почему я, почему ты, и потом уже везде, и на выступлениях, и на стаграме, и везде, все верно. Да, да, и прям действительно очень интересный проект, и я даже не думала, что такие богачи, ну условно говоря, да, это застройщик пятизвездочных отелей, причем иностранный, ну потому что мы же там на английский язык, но это все ладно, отдельная история. Так, с выступлениями разобрались, с продажей, со сцены разобрались. Что делать, если мы работаем на потоке, если мы запускаем лендинг, рекламу, лид-магнит, и к нам поступают какие-то заявки из сегмента, ну не сильно дорогого, там эконом, эконом плюс. Значит, первый вывод по работе с вообще вот с темой Starbit и всем остальным, то есть как работает механика. Достаточно просто. У тебя есть некое предложение, ну какой-то некий оффер, да, либо что-то, что человек, просто надо понимать, откуда люди идут. Они идут из соцсетей, соответственно, у тебя очень высокая конкуренция за там прекрасные формы пышных дам, да, или там какие-то другие опции, там, ну кого что уже. Значит, за счет котиков и всех остальных. Значит, у тебя задача выделиться. То есть первое, что тебе нужно, это обещать, в принципе, обещать можно все что угодно. Исходное предложение базовое должно быть любое для того, чтобы человек кликнул и привлекся по вниманию и оставил заявку. Вот, заявка может быть, ну какая-то из серии, там что-то, не знаю, бесплатное не очень хорошо работает, но лучше всего делать так, не бесплатное там чего-то, а, допустим, за наш счет, например, ну нормально работает. То есть, к примеру, стоимость услуги нашей, там, базовая планировка плюс техническое задание стоит, например, там 30 тысяч рублей, а это мы делаем за наш счет, там, ну для каких-то там, для трех людей, допустим, в этом месяце. То есть, что-то конкретное с ограничением по сроку. Человек такой, окей, кликает, типа, это его ни к чему не обязывает, оставляет контакты. Вот, дальше какая механика? Он попадает на сайт. Сайт еще один делаешь, сайт лендинг, да, на котором написано, идеально, кстати, делать по какому-то стилю. То есть, что-то конкретное одно продавать. Потому что, если человек кликнет на этот стиль, у него уже, ну, фокус будет на нем. Кстати, если у вас много стилей по секрету, можно их расслонировать просто спокойно. И можно одну и ту же рекламу, там, 10 стилей разных запустить. И ты увидишь, какой твой проект наиболее популярный, ты его и будешь продавать. Ну вот, значит, кликает, оставляет заявку, дальше ты перезваниваешь. Теперь работает что? Значит, точно могу сказать, что, ну, как бы, мне неизвестны такие факты, что кто-то прогнозируемо получал из такой вот рекламы клиентов, там, премиум, либо бизнес, там, хороших. То есть, на это кликают, как правило, просто либо из-за массы, что много людей, да, либо из-за того, что халяву что-то хотят. Кликают люди, там, от 50 до 120-130 метров примерно. То есть, это первая заявка. Это еще не продажи. Что нужно делать? Очень просто. После того, как заявки пришли, нужно иметь навык их обрабатывать. Что такое обрабатывать? Это закрывать по телефону. Это навык. Если ты не умеешь это делать, то бесполезно настраивать такую рекламу, ты просто сольешь деньги, у тебя будет 10 заявок, и ты скажешь, ну, как какие-то пришли люди, которые с стороны. Кликают, не работают. Да. Они тебе позвонят, спрашивают, сколько стоят, скажут, ой, еще так дорого, и, значит, все. Тебе покажется, что из соцсетей, знаете, такой миф, что из соцсетей, типа, приходят непонятные люди. Нет, ты просто не умеешь с ними работать. Так вот, это второй момент. Нужно научиться, значит, с ними так работать, чтобы их закрывать на сделки, навстречу. Это психология и, ну, как бы, тема по продажам. Поэтому дизайнеру, как ни странно, все равно нужно это дело изучать, если он хочет работать активно. Это чтобы, но зато эта технология работает быстрый, быстрые деньги, быстрые клиенты. Если тебе клиенты нужны завтра, ну, окей, не завтра, через неделю, значит, ты можешь получить, ты спасешься, ты возьмешь даже, там, может быть, не клиента своей мечты, но, как бы, с деньгами ты будешь. А не проще ли не самому научиться продавать, а нанять какого-то специально обученного менеджера по продажам? Ты имеешь в виду уже на закрытие сделать? В целом можно, можно, но это такой навык, который лучше самому получить. Можно, но в чем проблема возникнет? Допустим, ты наймешь меня продавать твои услуги. Например, я должен буду погрузиться, во-первых, кто твои клиенты, я должен знать, какие у них триггеры, почему они решения принимают. Да, какие более. Плюс я должен знать детально твои услуги, чтобы предложить. То есть мне, чтобы продавать, допустим, твои услуги, мне нужно будет один, два, три дня погрузиться очень сильно, ну или, может быть, неделю, погрузиться в твой бизнес. Погружение в бизнес – это технология, которая мало кому доступна. То есть если я такой умный, который может погрузиться в твой бизнес, то, скорее всего, я уже… Ты сделаешь сам его. Абсолютно точно. А вот так вот брать кого-то там подкованных, условно, юношей, девушек, которые хорошо говорят, это бесполезно, потому что вопрос не в скриптах каких-то волшебных. Скрипты вообще можно забыть. Не нужны никакие скрипты, если ты понимаешь логику принятия решения клиентам, если ты понимаешь предложение, то ты просто подстраиваешь предложение под логику принятия. То есть это именно навык, это не скрипт волшебный. Поэтому бесполезно. Ну я здесь на самом деле согласна, потому что у меня у самой был такой опыт, когда я наняла отдельных продавцов, менеджеров, которые должны продавать. Это была патовая история, лучше всех все равно продает человек, который занимается услугой. Конечно. И даже не нужно продавать, нужно просто ответить на те вопросы, которые есть у него и задать наводящие. И все, и вуаля, и все закрыто. Самая лучшая продажа, когда ты не продаешь, а у тебя покупают. То есть ты даешь возможность купить. Ты говоришь, да, у нас такая услуга, вот такие-то результаты она приносит. Тебе это важно? Да, окей. Если важно, то, пожалуйста, покупай. Ой, у меня возражение, ну давай разберемся. А как же вот эта боязнь холодных звонков, перезванивать, бояться, что тебя пошлют, что тебя обругают и что это еще не понравится? Я знаю, что даже в отделах продаж, у опытных менеджеров, которые звонят по 100 тысяч в день, у них все равно есть вот эта боль, потому что людей у нас очень много. Как вот ее перешагнуть? Как абстрагироваться от какого-то негатива странных людей? Ну, как я советую делать. Если у тебя крутой продукт, давайте так психологически установки себе даем, если ты делаешь не фигню, а делаешь крутой продукт свой, ты понимаешь, что он лучше на рынке, и ты молодец для своей целевой аудитории, то что получается? Что ты номер один. Значит, если ты номер один, это значит купить у тебя это лучшее решение для клиента. Если ты ему не продаешь, то ты по сути, ну как бы… Не уверен в своем продукте. Да это-то ладно, то ты делаешь так, то есть ты делаешь хуже клиенту, людям, да, потому что он купит у какого-то олуха. По сути, твоей обязанностью является продать ему. То есть продажа – это лучшее, что может случиться. Поэтому с такой уверенностью, ну, к примеру, вот мы делаем дизайн-конференцию, мы-то понимаем, что это лучшая конференция вообще в целом по дизайну, по этой теме вообще в целом в России. И мы понимаем, насколько она крутая. Ну, то есть поэтому мы смело о ней говорим и ее продаем без стеснений и всего остального, потому что все остальное – это подделки либо филиала какие-то, да, определенные. Поэтому вот такая вот уверенность, она помогает доносить ценность. А то, что потом люди придут и нам надо оправдать ожидания, это уже наша работа. То есть моя работа и работа Света – сделать так, чтобы спикеры были самые лучшие, чтобы было все четко по делу. Моя работа, чтобы на веблоке все было четко, чтобы каждый человек, уходя с мероприятия, сказал «Да, это было круто». Почему? Потому что иначе бы 10 лет она не просуществовала. Невозможно 10 лет приглашать людей только за счет рекламы. Это идет только по сарафанному радио, так же, как и книга продается. У меня книга, короче, мы делали рекламу там на сколько-то, а она уже продается по сарафанному радио. Мне уже рекламу не надо делать. Один раз, сделав хорошо продукт, он уже идет по сарафанному радио. Я, можно, тебе бальзам на душу полью сейчас по поводу книги. Вот, буквально, там тоже какое-то время назад у нас был круглый стол, мероприятие, как раз у тебя книгу забрала с автографом для Милы Колпаковой и так далее. Милы привет. А, нет, без автографа. Она говорит, все, Стас меня не подписал, придет на конференции после выступления. Так вот, все, уже стоим на улице. Я говорю, как-то там около офиса, подходит девушка ко мне, ну, наверное, была на мероприятии, и подруга. И говорит, слушайте, такое классное было мероприятие, а вот там что за книга-то была? Я говорю, ну как, это же книга Станислава Орехова и подруга, которая даже не была на мероприятии. Мы с ней не виделись, не знакомы, она не знает, кто и она говорит, Станислав Орехов, слушайте, мне рекомендовали две хорошие книги. Это Нойферт из Танислава Орехова. Ну вот. Я смотрю, думаю, вот так, не приличные книги. По дизайну это Нойферт и ты, так что… Работайте над продуктом. Да. То есть, книгу мы, это не просто там, типа, переписали какой-то там материал, это большое исследование, и, короче, я год жизни на это, помимо практики, просто чтобы создать продукт. Зато эта штука теперь будет работать. И, я думаю, работает не только для меня, а для всех читателей, кто хочет зарабатывать больше за счет комплектации и наладить отношения с клиентами и поставщиками. Да, и очень здорово. И как раз вот тот самый показатель про сарафанное радио. Свет, давайте задам вопрос, расскажи про конференцию, кому следует идти. Вот у нас как раз уже подобралась аудитория, кто смотрит. Значит, кто идет, кто не идет, напишите, кто идет, кто знает, что такое конференция. И вот пару слов, что там будет, давайте у нас. Ой, тоже, я сегодня, лирически у меня отступление. Вчера начинаю работу со СМИ, чтобы уже все пошли размещения, анонсы, и с блогерами тоже. Делаем запрос блогерам, говорим, ребята, туда-сюда, кросспрома. А мне говорят, ты, мы уже купили билеты в вашу кросспрома. Я, ой. То есть, действительно, люди, которые даже как рекламодатели нам интересны, как партнеры, они уже являются участниками конференции. Ну, про конференцию, мне кажется, уже знают все. Мы уже несколько раз анонсировали, будем продолжать анонсировать. Это то событие, к которому мы идем каждый год и подходим с большой ответственностью. Конференция собирает всю Россию, страны СНГ. Я знаю, что у нас с нами уже Казахстан, с нами Белоруссия. По-моему, Украина тоже, и мы их с удовольствием ждем. СНГ, Хабаровск. То есть, люди группами прям покупают билеты. Три дня конференции. Четвертая, пятая, шестой апреля. Четвертая, пятая – это выступления спикеров, различных экспертов, молодых дизайнеров, опытных дизайнеров, дизайнеров, которые выстрелили в последний год. И прям действительно это интересно послушать. Экспертов смежных профессий. Это строители, технологи, светодизайнеры, специалисты по брендингу, будет классная лекция. Кто там еще? Специалисты по настройке рекламы. Кстати, продаж вообще тоже будет огонь. Стас, спасибо за рекомендацию. Как раз твой партнер, с которым ты настраиваешь продажи. Кому актуальны продажи? Я специально… Мы тащим специалиста по автоворонкам. Он секретный специалист. Ну, как бы он известен в узких кругах. В узких кругах. Да. Помогает именно наладить автоматические продажи. Работает очень круто. Вот он расскажет… Мы с ним придумали схему работы для дизайнеров, и мы ее расскажем на большом экране, покажем на основном блоке. То есть, можно будет прям посидеть и самим… Скопировать. Нет, прям тут же ее настроились. Вся логика рассказана. Как мы сделали… Вот я то, что рассказывал, как мы сделали рекламу за день и запустили ее. Вот мы вот с ним придумали, сделали, он оформил… То есть, логику мы продумали, и он ее оформил в техническом плане, как это можно сделать за день. Очень крутая история. Прям кейс. Это не то, что вот как в теории надо делать, это вот факты. Возьми и сделай. Да. За 4 тысячи рублей я получил 3 заявки. Ну, как бы это прикольно. Угу. Вот. Так что будут очень крутые специалисты. Их будет много, и мы им даем небольшое количество времени, чтобы они за него успели дать максимум сжатой информации. Без воды только конкретика. Ну, и третий день – это мой любимый день, потому что я сама уже выступаю в качестве слушателя этого дня. Да ладно, ты каждый раз что-нибудь там рассказываешь. Ну, что-то из новенького. Но на самом деле это просто кладезь информации. Света сама кладезь информации по выступлениям и всему остальному. А может быть в этом году про публичное выступление? Про публичное. Большая скромница. Большая скромница. Но голова просто кипит от информации. Не надо всем об этом рассказывать. Окей. Хорошо. Не надо. Кому надо, те знают. Хорошо. Так вот, третий день – это вип-блог, и туда нужно идти тем, кто реально хочет сделать какой-то рывок в своей профессии. И это авторский вип-блог Станислава. Целый день 8 часов он рассказывает. Рассказывает что? Рассказывает про то, как больше зарабатывать за счет разных навыков. Навыки понимания, кто ты, упаковки, презентация, навык продаж, переговоров, навык отношений с клиентами, навыки построения команды и создания более сложных услуг, как это все комбинировать. То есть, на все уровни. В целом, вип-блог на что заточен? На то, чтобы как пройти путь, условно, с нуля, когда ты вот только вышел из института, либо из курса прошел. То есть, что тебе делать прямо сейчас? До позиции примерно в миллион. Как на дизайне? В профессии дизайнера интерьера в этой сфере зарабатывать миллион в месяц стабильно. То есть, именно стабильно, системно. Есть уже кейсы, результаты, есть проверенные технологии, как это делать. Вот я буду рассказывать эту технологию. Естественно, не за день вы пройдете этот путь, но весь путь будет понятен. И как вам с текущего положения, что делать дальше, в ближайшие 2-3 месяца, в следующий год, чтобы приехать на дизайн-конференцию. И выступить спикером. И выступить спикером. У вас будет полное-полное понимание. Я готовлю эту тему, готовил ее целый год. Каждый год мы готовим новинка и рассказываем самые-самые важные фишки, которые сами применяем, которые я лично тоже применяю, используем, видим результаты и вам даем готовинка. Поэтому обязательно быть всем тем, кто хочет зарабатывать больше. И тут нужно отметить, что количество местных блоков ограничено. И, конечно, не всех можно будет уместить. Поэтому у нас другой зал. Зал меньше. Если дизайн-конференция – это большой зал, первые два дня на тысячу человек, это вдохновение, это различные кейсы, эмоции. Потому что из 30 лекторов кому-то зайдет одно, кому-то это может не зайти. Кто-то возьмет какую-то технику от одного спикера, кто-то возьмет технику от другого. А третий день – это уже систематизация всех полученных знаний от и до. И, ну, действительно, стоит идти. Но только единственное, да, мы всех не вместим. В прошлом году как-то было слишком много. В этом году мы постараемся, чтобы… Потому что, когда много, Станислав все-таки один работает на этом дне, ему тоже нужно с каждым, да, поработать. Ну, хочется каждому персональный подход дать, чтобы каждый ушел со всеми отвеченными вопросами. Еще ты, Света, отличную тему затронула. Я вот наоборот, не то, что там у кого зайдет, у кого не дойдет. Моя стратегия такая. Я вообще максимально открыто ко всему отношусь. То есть, если что-то мне не нравится, я наоборот на это, ну, или там я не понимаю, я наоборот на это делаю усилия. Для чего это надо? Для того, чтобы видеть мир с разных сторон. То есть, сила в том, что ты знаешь разные точки зрения, разные позиции. И ты можешь как и за одну тему топить, так и за другую. Ну, условно, там в диалоге, в споре, в понимании клиента. То есть, клиент придет с такой позиции, как я услышал, она мне не близка, но я понимаю всю логику. Да, условно, конечно, там кто-то вегетарианец, а кто-то там ест мясо. И мне надо знать аргументы и первых, и вторых, чтобы понимать и тех, и вторых. Откуда я знаю, кто мой клиент, условно. Но здесь еще что интересно, тоже, наверное, такая философская наша задача конференции – показать вам 30 спикеров, работающих на одном рынке, которые все разные. И не пересекаются абсолютно точно. Не пересекаются. У каждого какие-то свои фишки, наработки, и доказать, что конкуренции-то на рынке нет. Вот они, 30 человек, у каждого есть свои клиенты, у каждого свой подход, своя технология. И, в принципе, не надо бояться, что вот кто-то уведет твоего клиента. Это круто. Спрашивают вопросы. Давайте на вопрос, наверное, ответим. Давайте. И веблог будет ли, нет. Нет, веблог мы не даем записи. То есть веблог только для тех, кто присутствует. Так вот у нас по традиции. Поэтому записей не будет. Приходите вживую. Кому это важно, ценно. Самолеты ходят, поезда ездят. Ну, то есть, тут, короче, если нужно… И салони перенесли, так что коронавирус бушует. У нас, да, нет. Кстати, задают вопрос, не будет ли переноса из-за коронавируса. Я сказала, что на худой конец просто спикеры будут в масках. Вот что делать. Вот. Надеюсь, что даже не дойдет, ребята. Так, значит, читаем вопросы. Начнем с аккаунта Станислава. Всем привет, кто присутствует. Да, здорово, что мы здесь, выходной день. Так, 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 так. Что-то это далеко. Давай последнее. Ну, тут все присоединились. Или все вместе. Просто пролистать, чтобы не забыть что-нибудь интересное. У кого есть вопросы, сейчас самое время задать. Мы сейчас как раз на них ответим. Станислав, тебе тут пишут, что у тебя прекрасный голос. Спасибо. Это микрофон хороший. Ближе в кадр. Теперь мне не нравится название вип-блока. Это, видимо, про блог на продаже. А, понятно. Так, 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 ой-ой-ой-ой. Сейчас смотрим, смотрим, все тут машут нам рукой. Шло, ушло. Так, тут пишут, кто так хочет. Огоньки. Если клиенты постоянно хотят подешевле, я не могу работать задаром. Что делать? Ну, не работайте задаром. Надо сделать свой продукт. Такой, чтобы вас хотели подороже. Что с этим делать? Как с этим быть? Расскажем на вип-блоке. Ну, ладно, шучу. Сейчас расскажу. Давай, хоть пару секретов. Пару секретов. Значит, что делать? Первое – это… Клиенты хотят, но зачем вы с таким работаете? В вашей силе сделать какой-то продукт или научиться делать какой-то дизайн или какую-то услугу, которая нужна или нацелена на клиентов, которые не хотят самые дешевые. То есть, зачем, условно… Меня всегда это удивляло. Зачем мучиться и работать с эконом-сегментом, если там просто дичайшая, адовая конкуренция. Все, кто выходит, начинают делать квартиры друзьям, женам, знакомым бесплатно. Все хотят подешевле. Зачем? Ровно столько же усилий можно потратить на то, чтобы сделать чуть-чуть что-то получше, допустим, бизнес-сегмент. И с ними работать гораздо проще. Чем выше уровень, тем меньше конкуренция. Потому что мало кто туда суется. Почему? Потому что надо еще соответствовать. И тут, как бы, ответы кроются в двух вещах. Первое – это, как бы, уверенность в себе, откуда она идет. От того, что у вас есть, допустим, либо система, либо продукт сильный, либо у вас получается, ну, какая-то есть, получается, сегментация именно под этого клиента. Да, в этом случае вы являетесь лучшим выбором для него. То есть, стратегий много, надо выбрать какую-то свою, выбрать аудиторию и туда идти. То есть, реально, ключ повышения «я» денег – это не работа с теми, с кем не нравится, а работать с теми, с кем нравится. Что для этого делать? Выстраивать позиционирование и выстраивать продукт. А выстраивание продукта – это вопрос к себе. Что я предлагаю и как. Поэтому начинать надо с себя. Первый блок, опять же, вип-блока нашего – это будет путь, как найти свою уникальность и как позиционироваться. Поэтому все просто. Приезжайте на конференцию, расскажем. Согласна. Еще важно не путать понятия цена и ценность. Да. Потому что вам нужно понимать ценность вашего же продукта, доносить до клиентов. Если не доносите, он и будет говорить, что за фигня, давай подешевле. Тебе же это ничего не стоит. Как они любят говорить. Компьютер сам рисует, а ты тут что-то… Или я сам все придумал, а компьютер нарисовал. За что тебе платить? Так. Я иду. Идти, не идти. Юбилейная. Десятая. Мы большие молодцы. Спасибо. Запись будет в продаже. Только основной блок. Ну да, это я уже ответил. Как упаковать себя как дизайнера для премиум-сегмента? Ответим. Вопрос. Ну, в принципе, если вам понятен предыдущий ответ Станислава, он подойдет сюда. Там есть особенности, но вот детально на… Это седьмой модуль нашего вип-блока, там расскажем. Да. А мы, кстати, можем, я не знаю, если будет время, пригласить как раз дизайнера премиум интерьеров, Елену. Может быть. Давайте попробуем. Да. И дать ей там 15-20 минут, потому что в этом году она не влезает в основном. Давайте попробуем, почему нет. Конечно. И как раз можно будет с ней поговорить. Кейс, кейс, кейс. Потому что она работает только с элиткой и вот узнать. И причем девушка сама из маленького города, то есть без связей там и все остального, я думаю, что можно будет с ней пообщаться там на эту тему в кулуарах. Да. Елена Большая, молодец. Скажем фамилию-то. Секретная Елена. Приходите на секретную Елену. Елена, я понимаю, как он вещь. Большая, молодец. Она прям… Ну вот давно мы с ней тоже общались. И у нее все хорошо именно благодаря тому, что применяет технологии, внедряет и все у нее получается. То есть молодец. А история про пятизвездочные отели, угадай про кого? Про нее же история. Я это понял. Да. То есть действительно это как раз тот момент, когда ей надоело делать все вот эти дома на рублевке золотом, а захотелось уже выходить в общественные интерьеры. Это уже, наверное, вопрос к философии. Да. Потому что хочется делать что-то для людей, для общества, чтобы это видели, а не отдельно взятые дома. Я думаю, что будет интересно, если она подготовится. Давайте, да. Так. Если тренер убедил дизайнера, что у нее хороший продукт, а у меня крутой дизайн, а дизайн плохой. Понял вопрос. А если тренер… Кто-то кого-то убедил… Сейчас, ты должна сама понимать, у тебя какой продукт, хороший или нет. Если нет, ну и ты чувствуешь, что ты где-то обманываешь, то ты не продашь никогда эту историю. Если ты не уверен в своем продукте, то у тебя просто не получится продавать. Никак. Поэтому надо идти и доработать, доучиться, чтобы был продукт хороший. Не важно, кто там чего убеждает. Что значит убедил? Ты должна сама понимать. А вот вопрос от того же человека. Зачем поднимать ценность у людей, которые делают плохой продукт? Ценность у людей… Ну, типа, зачем учить дизайнеру, как поднимать ценность, если он делает фигню полную? Ну, сейчас… Жечь напалму, я предлагаю. Сейчас. Тут вопрос очень простой. Значит, если… По какой оценке, да? Кто оценивает, во-первых, да? То есть, если это объективно очень плохо, да? То… Ну, давайте так идти. То есть, что значит объективно плохо? То есть, с ошибками или что там? То есть, у него просто покупать не будут. Рынок сам… Что? Да. То есть, если у человека покупает, значит, какую-то цен… Человека… И рекомендует. Значит, какую-то ценность он несет. Какую-то. Это… Вам может не нравится там новый дизайн, например. Да? Это ваше личное там субъективное восприятие. Если он там не нарушает закон и если он, ну, востребован рынком, то можно это мнение, да, что… Ну, в одно место… Потому что оно не имеет никакого отношения. Он не врач, он не лезет, значит, в здоровье людей. И он не запускает какие-то там ракеты, и он не архитектор. Это всего лишь, по сути, дизайн. Всего лишь это наше видение. И видение, ну, как бы, да, есть, естественно, есть какие-то проблемы там, ну, я имею в виду, значит, со вкусом, со стилем и так далее. Но, как бы, да, есть, ну, такие люди, значит, ваше праве… Короче, очень просто. Если ты хочешь развиваться, забудь о том, что кто-то что-то там делает, значит, думай о себе. То есть, люди сами разберутся. Вот. Ну, вот и все. А дело вкуса? Ну, да, дело вкуса. У меня вот тоже такая ситуация. Там, у меня родители, например, далеко, чтобы не ходить. Значит, я-то знаю, как надо. Они говорят, а вот мы так хотим. Я говорю, ну, вы же откровенно делаете плохо. Он говорит, ну, вот, это вот наше видение такое, это вот наш дом. Не тебе тут жить. Да, типа того. И я, как бы, не парюсь. Ну, то есть, казалось бы, я бы мог сейчас там… Проявить всю свою экспертность. Да. Спасибо. Нет, нравится, живите, все отлично. То есть, окей. И люди счастливы, да? Дайте людям быть счастливым. Короче, занимайтесь собой. Ну, да, согласна. Когда будет вип-блог? Вип-блог будет 6 апреля. 6 апреля. Приходите в понедельник, да, у нас? Понедельник. Как можно себя продвигать в Инстаграм? Работает ли реклама у блогеров и лидеров мнений? Реклама работает любая, хоть на заборе. Важно, что ты там напишешь, какой оффер. Представляете, я на заборе напишу. Значит, первому пришедшему по такому-то адресу отдаю 1000 евро. То есть, ну, я думаю, что реклама на заборе точно будет работать. То есть, вопрос-предложение. Что ты предлагаешь, да? Что предлагаешь и… Поэтому вопрос работает или нет. Работает все, если ты сделал правильное позиционирование. А где это уже? Мы же обсуждали, да. В Инстаграме, хоть в Одноклассниках, хоть в выступлении. Где тебе больше нравится, там и делай. Можно везде. Ну, и я еще тоже добавлю по поводу, работает ли реклама в Инстаграм. Работает, смотря кто твоя аудитория и смотря у каких блогеров. Да. Понятно, что если там вы продаете элитную недвижимость и рекламируетесь у мамочек с подгузниками, то не сработает. Если это какие-то другие там люди, рыбаков, то может, и сработает. Ну, или какой оффер? Типа, если ты мамочка и ты с подгузниками, то получи, там, выиграй, допустим… Если ты богатая мамочка. Я сейчас до этого дойду. Короче, мы даем тебе стратегию, по которой ты можешь выиграть 500, там, пар подгузников, типа, до трех лет или до скольки, там. Если у тебя есть знакомые друзья или там мамочки, да, у которых есть там то-то, то-то. То есть, ты условия ставишь. И в этой ситуации, если ты заходишь в аудиторию мамочек с подгузниками, наверняка из них просто по статистике есть круг знакомства. Ну, то есть, давайте так, у каждого из нас есть потенциально знакомые в телефоне, которые богаче нас. Примерно так. То есть, и дальше у тебя механика включается, ну, переговорная и социальная. Нетворкинг. Да, нетворкинг дальше включается. Поэтому, значит, опять вопрос, с каким оффером ты заходишь туда? Ой, а я можно про нетворкинг кое-что добавлю? Это я возвращаюсь к дизайн-конференции. У нас в этом году, коллеги, будет офигенная инновация. Рынок не стоит на месте, появляются новые технологии. У нас в этом году будет мобильное приложение дизайн-конференции, где люди смогут друг с другом знакомиться. Потому что физически у нас будет большая доска знакомств. Физически просто сложно перезнакомить такое количество людей. И у нас будет, да, очень классная технология, где вы сможете общаться, предлагать свои услуги. Кому нужно, кому нужно искать эти услуги. И, может быть, кстати, кто-то найдет своих клиентов. Почему нет? У нас, кстати, в прошлом году пришли люди, обычные посетители. Была пара. Я вот пересматривала фотографии. Ты наверняка их вспомнишь, если увидишь. Они выигрывали в квестах что-то. То есть просто люди планируют ремонт. И они решили настолько окунуться в эту историю и настолько серьезно подойти к вопросу, выбрать себе дизайнера, что заплатили денег, пришли на конференцию и получили массу удовольствия. Вот так. Круто. Это отличная, кстати, стратегия. Я, когда мне нужно какую-то тему узнать, я первым делом либо книжку беру, а еще лучше иду куда-то в сообщество, потому что надо пообщаться, посмотреть, что там происходит, чтобы разбираться. Это самый быстрый и дешевый способ за два дня вообще все получить. Так. Я иду в свой аккаунт, чтобы посмотреть, какие вопросы. Здравствуйте, здрасте. Как я хочу на конференцию, только двойняшки пока маленькие. Берите с собой. Ну да, кстати, берите с собой. А у нас с детьми, кстати. У нас приходили, да, с двойняшками. Где купить билеты? Билеты купить на сайте designconference.ru. Welcome. Будем вас ждать. Как в целом, вот Стат, смотри, вопрос. Как в целом сейчас оцениваете состояние рынка? Многие дизайнеры и компании заметили спад заказов за последние полгода-год. Я это связываю с тем, что некоторые люди научились просто нормально собирать аудиторию и продавать им. Соответственно, те компании, которые заметили спад заказов, скорее всего, у них кончаются заказы по сарафанному радио. Надо переходить, как раз таки для этого мы и делаем конференцию, чтобы знать о тенденциях и новинках. Вот я же сейчас вам рассказываю какие-то темы, да, к примеру. Кто-то первый раз их слышит, например. Кто-то уже слышал, но не применяет. А задумайтесь немножечко о том, что сотни уже людей это применяют. Уже применяют прямо сейчас. То есть, поэтому вопрос-то, что надо знать тенденции, надо применять. Не то, что случайно услышать, какая прикольная фишка, а прям конкретно применять. Вот и все. Поэтому, если слушать неудачников, то, соответственно, зачем? Надо слушать тех, у кого получается. Ну, такой принцип, мне кажется, правильный. Ну, да, я еще добавлю по поводу тенденции. Я как раз делала там аналитику рынка недвижимости в конце года, чтобы понять вообще, как бы в этом году будет работа. Квартиры еще продавались, строились. И на самом деле не могу сказать, что прям сильный какой-то спад. Квартиры продаются, покупаются, ипотеки берутся, внедряются новые финансовые программы. Единственное, что есть тенденция смены немножко приоритетов в типах жилья. Ну, об этом сейчас не буду говорить, но там реально есть офигенный прям голубой океан. После эфира скажу тебе, и я думаю, что ты меня в этом, кстати, поддержишь. Скажешь, у тебя как раз заказы наверняка на этот сегмент недвижимости. Потому что люди стали покупать другую недвижимость, и нужно идти туда. Что касается коммерческих компаний, ну вот тоже, да, кто у нас, там, те же Волховец, Мистер Дорс, там, Легрант, крупные компании, мастодонты, которые просто вовремя начинают как бы двигаться, и никто не жалуется. Поэтому, ну, спад, наверное. Света спрашивает, будут ли розыгрыши какие-то конференции? Так, еще кто-то спрашивал, про где будет конференция. Вот сейчас, конференция будет в культурном центре ЗИЛ, это автозаводская, это памятник архитектуры на минуточку, памятник конструктивизма братьев Веснины, архитекторы. Будут ли розыгрыши на самой конференции или на перед конференцией? Я думаю, что мы парочку билетов, кстати, разыграем, наверное, как-нибудь там придумаем когда-нибудь. На конференции, у нас там прикольная очень тема. Друзья мои, на конференции у нас традиционно проходит дизайн-квест, где нужно выполнить задание и получить, выиграть замечательный айфон. Какой айфон? Одиннадцатый айфон, последний, кто-то выиграет. Также еще очень много призов, подарков от наших партнеров. У нас новая компания Миля с нами, которая дарит каждый год бытовую технику. Ты что-нибудь у них выигрывал? Пылесос. Пылесос. Ну я отдал, нечестно было. Потому что я тоже кинул там визитки и выиграл. Ну ладно, давайте следующего. Саша Кудрявцев, тоже спикер этого года, что-то тоже выиграл, какой-то робот-пылесос, что-то еще. Будут подарки от партнеров, или грант там кофемашина. Ну то есть подарков будет тьма. И, кстати, подпишитесь в Instagram Design Conference. Мы сейчас туда выкладываем фотографии прошлого года. Почувствуйте атмосферу, увидите этих людей с подарками. Ну и приходите айфон выигрывать обязательно. Есть шанс. Есть шанс. Да. Так, едем толпой на конференцию. Ура, ура. Супер. Увидимся. Да, вы помните, что у нас за групповые билеты скидка. Она суммируется автоматически. У вас отличный тандем. Спасибо. 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 Буду чаще, Стас, к тебе приезжать. И будем радовать подписчиков интересными темами. Не сначала подключилась к вам. Когда будет конференция? 4, 5, 6 апреля. Ждем вас. Культурный центр.ру. Дизайн конференции. О, так. Про книгу, Стас, наконец-то вспомнили. Сейчас. Сколько стоят билеты? Билеты стоят в зависимости от места, от 2,5 тысяч рублей. Это пока за книгу идея, я про билеты расскажу. От 2,5 тысяч рублей спускаемся ниже. Цены разные. На V-блог, конечно, билеты подороже. Они сейчас 12500 стоят, но скоро будем цены поднимать. Поэтому, пожалуйста, успевайте. Успевайте. Так. И вот вопрос про книгу. Кто еще не купил, обязательно. На книгу какие-то скидки были. Пишут мне в аккаунт. Нет. Скидок нет. Здесь нет. И не будет. Нет, нет. Книга, короче, она стоит своих денег точно. Есть там на доставку промокод или что-то еще такое. В общем, это Свете можно написать. Это другой аккаунт. Окей. Короче, книга полезная. Кто не купил, обязательно брать. 3 тысячи рублей. Килограмм 200, наверное, весит. Я начала читать. Короче, ну как тебе? Давайте. Стороннее мнение, не профессионалы. Давайте так. Свете книгу мы отвезли полгода назад. Пристыдили. В прямом эфире. В прямом эфире неделю назад. Я говорю, Света, ну как тебе? Нашла там про себя. Да. И я ее открыла. Но, к сожалению, не было времени. Но меня настолько Стас пристыдило. И он мне сказал, сколько людей только не купили. И я, говорю, встретила человека, который говорит, Нойферт и Орехов. Я думаю, ну все, надо читать. Слушайте, а на самом деле очень крутая вещь, потому что там настолько Стас все прописал четко и подробно, что просто, извините, надо быть дебилом, простите, пожалуйста, чтобы не понять двух вещей. Первое – это как работать с производителями, как комплектовать. Можно прям сидеть там, вычеркивать. Если вы хотите комплектацию, если вы дизайнеры хотите внедрить комплектацию, там прям вот пошагово, просто вешая 1, 2, 3, можно даже делегировать своим помощником 1, 2, 3, 4, 5. И второе – это поставщики, любимые наши, золотые, прекрасные. У вас должна быть эта книга у каждого, причем не только у вас, у каждого вашего менеджера, потому что там настолько очевидные вещи, настолько Стас пишет, ребята, нам от вас нужно вот это, вот это, вот это. Письмо, приглашение и рассылка должна стать из этого, из этого, из этого. Шаблоны. Шаблоны. Просто вот, я не знаю, это такая, знаете, для чайников практически, потому что настолько все четко расписано. Я сама стала читать с интересом, думаю, а не стать ли мне дизайнером, думаю, а комплектатором пойду, вот изучу, но нет, не переживайте. Так, ну что, супер. Книгу, если кто-то захочет приобрести, кто еще не взял, пишите в директ, либо мне, либо Свете после эфира, да, и мы вам пришлем ссылку, я вам лично отправлю, с подписью там можно указать, и вот подпишем в лучшем видео, вот так, где там видно, не видно, что-то там у нас. И мне там такое приятное пожелание. Спасибо. Так, еще парочка вопросов, и, наверное, будем заканчивать. Книга отличная у меня есть, отлично. Спасибо, супер. Так, дальше. Аккаунт конференций, дизайн, дизигн конференц, вот такой аккаунт. Вы можете просто забить дизайн конференций 2020, найдете, там уже есть фотки, спикеры, место, вот реально не ошибаюсь. Остерегайтесь подделок только, там Котлукова и Орехов должны быть. Вот эти вот два персонажа, да. Читайте по лицу, да, и все остальное это либо филиалы, либо подделки. Вот так вот, тоже фейки, фейки. Бывают, да. На нашем рынке. Фейки бывают. Так, как купить книгу? Купить книгу... Директ пишите. Да, там есть ссылочка, прям вот напишите, если вы задаете вопросы, вот в архдиалог, напишите туда, если сюда, напишите сюда, сразу ответим. Где купить книгу? О, два одинаковых вопроса от двух разных людей. Пишите в директ. Директ. После эфира пришлем в течение там 50 минут вам ссылочку, чтобы вы не искали. Успешных выступлений. Супер. Спасибо вам. Ну что, завершаем? Да. Самый главный секрет по продажам. По продажам? Да. Продавать. Какое у тебя, какой секрет? Продавать. Продавать. Да, в принципе, да. Да, самый главный секрет. А, и давай в завершение, вот я же назвала, денег нет, но вы держитесь, да? Да. Можно ли настроить продажи и сделать что-то без вложений? Можно, конечно. Миллион, я так скажу, больше гораздо способов без вложений сделать, чем с вложениями. Они более интересные, креативные. И, конечно же, да. Конечно же, да. Они заставляют мозг работать. И строится это все как раз таки на психологии, на нетворкинге, на каких-то придумываниях интересных идей. По сути, это дизайнерская задача. То есть, мы как дизайнеры, к чему вот там мы хорошо вот разбираемся, да, казалось бы там конференцию организуем, мы там книги пишем и все, потому что все это дизайнерские задачи. Мозг дизайнер, ваш мозг способен все это генерить. Поэтому пользуйте свой мозг по максимуму, не давайте ему завязнуть в стереотипах, там, что продавать это плохо или еще что-то. Продажи, это, как говорит мой знакомый хороший, это Валерий Морозов, он говорит, это продавать. То есть, ты даешь. Вот это вот важная мысль про то, как отдавать. Поэтому вот это все про это. Классно. Как тебе? Да, я что-то только задалась об этом. Вот так вот. Валера, привет. Валера. Так, успешных вступлений, куда делся третий? Нас спрашивает Максим. Максим. Готовит, готовит тему. Готовит. Будет обязательно, все будет круто. У Максима сейчас важные задачи. Производство, да. Он будет рассказывать про производство, про то, как дизайнеру, да, условно, уйти в и нужно ли это делать в производство там мебели, когда это стоит делать, сколько это стоит. Выгодно это, не выгодно. Он готовит, в общем, тему по тому, финансовый, короче, отчет о деятельности и насколько это выгодно. Мебельный компания. Весь год он занимался, да, и вот поделится с вами результатами. Вот так он мне сказал, что он будет об этом рассказывать. Он сейчас прямо у Мартена готовит вам кейс на своем примере. Спасибо, успехов. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, супер. Спасибо всем большое. Увидимся на конференции 4, 5, 6. Не пропустите, не пожалеете, если будете, а если не будете, потом будете писать. А то пожалеете. Пошли тебе запись, пожалуйста. А записи, как бы даже если она есть, там эмоции самые важные. Зачем присутствовать? Это праздник. То есть это все равно, что смотреть детский утренник по этому самому, по телевизору. Важно участвовать. По скрытой камере. По скрытой камере, да. Все, увидимся. Пока. Спасибо, что-то еще мне книгу привезут живьем. А, ну вот отлично. Да. И, кстати, пока вот все, в последний вагон я запрыгиваю, книга. И обязательно помните, что у нас будут офигенные партнеры, которые для вас много чего готовят. Поэтому они тоже готовятся. Мы тоже держим за них кулачки. Вот одна из них как раз здесь, Галина. Это мистер Дорс. Она уже книгу начинает читать. Поэтому, видишь, готовится серьезно. Все. Хороших выходных. Пока. Пока-пока. Сохраняем эфир. Да, нажимай там, что надо.